Как и многие, я люблю природу. Пройтись пешком с рюкзаком или на велосипеде на несколько дней по малопосещаемым местам, заброшенным войскам частям, коих разбросано немерено по нашей области. Иногда в таких походах случаются необъяснимые события. Но случай, о котором я хочу сейчас рассказать, произошел на обычной рыбалке на берегу озера Куни, что в 20 километрах от Выборга. Место нами было уже обжито много лет. Несколько раз в год мы с моим другом, художником Евгением, обязательно выбирались туда половить лещей и щук. Вот и в этот раз приехали на электричке Выборг, потом на частнике до газопровода, потом еще 7 километров под веслами на надувной лодке. И вот уже на любимом берегу ставим палатку. Стемнело. Евгений решил отправиться на лодке к небольшому островку, находящемуся посреди озера, и поставить там снасти. Я же оставился на хозяйстве, развести костер и приготовить ужин. С дровами обычно проблем не было. Но несколько лет назад все больше людей стало приезжать на это озеро, и нагрузка на лес сильно увеличилась. Поискав на привычных местах сухостой леволежник, я увидел, что все уже собрано до нас. Нужно сказать, что на берегу рос смешанный лес, хотя преимущественно больше лиственных деревьев. Береза, сосна, но совсем недалеко, в полусотни метров, рос густой и темный ельник. Вспомнив о нем, я подумал, что, вероятно, мне удастся набрать там сухих елочек. И еще я с удивлением поймал себя на мысли, что за 15 лет, что я приезжаю на это место, я ни разу в эти елочки не заходил. «К ельнику удобнее пройти было через наш лагерь, что я и сделал. Женя как раз отплывал от берега на лодке, и я помог оттолкнуть ее от берега». «Сколько провозишься?» – спросил его я. «Не знаю, час или больше», – ответил он и погреб веслами. Вскоре лодка пропала из виду в сумерки ночи, только некоторое время был виден вспыхивающий огонек сигареты. Я прихватил с собой четырехметровый кусок веревки и топор и отправился к ельнику. Начал моросить мелкий, но частый дождик, и капельки засверкали в свете луча налобного фонаря. Мокрые листья, трава, кора деревьев тоже отблескивали, как лакированные, а изо рта шел пар. Осень была в разгаре. Я шел бодро, чуть ли не насвистывая и прикидывая в уме, что я буду готовить на ужин. Вот и ельник. Елочки растут очень густо, невысокие, не выше трех метров. Перед ельником лежит здоровенная и упавшая давным-давно береза, уже гнилая и сырая насквозь. Но береста таких деревьев на растопку еще годится. Отмечаю про себя, что наберу бересты на обратном пути. И перешагнув через ствол, я начал углубляться в ельник. И вдруг мой настрой резко изменился, как будто налетел ледяной ветер. Только ни одна веточка не дрогнула, ни один листок не зашевелился. Лишь волосы, наверное, зашевелились у меня на голове. Я будто почувствовал всем телом, особенно за спиной, что слева, справа и сзади, в шаге от меня, стоят. Как бы правильнее сказать, существа очень враждебные, злые. Мышцы на лице напряглись и окаменели от охваченного меня ужаса. Вот сейчас спешу и снова вспоминаю все в подробностях, даже сердце застучало. А тогда оно чуть не вырвалось из груди. Но в то же время я понимаю, чувствуя, что никого живого рядом со мной нет. Не чувствуя присутствия живого, ни зверя, ни человека. Все очень тихо вокруг. Фонарик светодиодный светит вперед. Вижу только одни ветки елок перед лицом. Они бросают тени. Тени шевелятся от малейшего моего движения. Застыл я на несколько секунд, наверное, в таком остолбеневшем виде. А мозг лихорадочно стал работать. Что? Что делать? Мне очень хотелось повернуть голову в сторону и резко обернуться назад, чтобы увидеть моего противника. Но в голову приходит мысль, не знаю почему, что если я резко повернусь и увижу то, что мне не положено видеть, то на меня эти сущности и нападут. А пока я их не видел, то они и не могут. И еще пришла мысль, что я нахожусь впервые в жизни испытал на самой грани паники. И что сейчас, натянутая до предела пленка разума, лопнет. И я ломанусь, дико крича и размахивая направо и налево топором, не разбирая дороги куда-нибудь, лишь бы подальше от этого места. И не факт, что к лагерю, просто хоть куда. А места там такие, камни, валуны, трещины между камней, скользкие мхи. Днем-то практически не пройти, не то что в темноте. В общем, ситуация такая, как у уставшего скалолаза. Наверх нет сил, вниз не видно, куда ставить ноги, а висеть, зацепившись за скалу, уже пальцы разжимаются. Я не то что верующий, хоть и крещеный. К церкви отношусь, как многие из нас, как к традиции. Раз в год или два в храме бываю, но с оказией какой-нибудь, и ставлю свечку, и крещусь. Но ритуально, чтобы не вытеляться. Но вы меня понимаете. Однако бабушка у меня верующая была. В детстве все лето каждый год у нее проводил. На ночь всегда она тихонько молитву читала. Свет погасит, проскрипит пружиной кроватью в темноте. И слышно. Бу-бу-бу-бу. Очень меня это смешило, помню. Один раз я спросила ее, «Что она там за стихи читает?» И бабушка научила меня молитве, отче наш. Лет семь мне было, не больше. Помню, она мне говорила, что будет мне страшно или тяжело, чтобы я эту молитву про себя или слух читал. А я что, ребенок? Слова в одно ухо влетели, из другого вылетели. Меньше недели молитву-то помнил. И тут этот отче наш прямо до последней строчки, до последней буквы, в мозгу всплыл. И я сделал несколько медленных вдохов. Сердце екнуло. «Отче наш, ижеиси на небесах!» Четко сказал я и начал медленно поворачивать голову направо. «Да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя». И я уже обернулся на сто восемьдесят градусов. Хотите, верьте, хотите, нет. А с каждым произнесенным словом прямо сила какая-то в меня вливается. А страх проходит, и какой-то боевой азарт появляется. «Яко на небеси и на земли!» Продолжаю. «Хлеб наш насущный!» «Дашь нам днесь, и остави нам долги наши!» «Яко же мы оставляем должникам нашим!» Я перехватил топор покрепче и уже фонариком засветил по сторонам. Ищу уже тех тварей, что так заставили меня напугаться, что чуть не обделался. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого!» Иду по этому проклятому ельнику, руками ветки раздвигаю, хрущу валежником. Ого, сколько тут сухостоя! А никто не тронул! Вокруг стоянки все до последней щепки сожгли, а сюда, хоть и рядом, рыбаки-туристы не ногой, даже днем. Ибо твое есть царство, и сила, и слава, и во веки веков. Аминь! Все, отпустила. Страха нет. Дров, до хрена, елки вокруг, чуть больше большого пальца, мертвые стоят. Ветки без иголок торчат в разные стороны. Топором нарубил, а хапку побольше, веревка все перевязал и потащил. Тащу к бревну березовому стволу, что перешагивал, и опять чувствую за спиной присутствие. Прямо сверлит в затылок кто-то злобным взглядом. Однако, не страшно уже, но и провоцировать не хочется. Не оборачиваюсь. Шаг, еще шаг, и одолел бревно. Тут все и оборвало, как будто. Вообще все. Кругом лес, как лес, темно. Листья шумят на ветру. Дождь шумит. Дождь. А ведь в ельнике было мокро. Вот все елочки сырые, но дождя не было. И тихо было, как в вате. Да, точно. Только сейчас это понял. Один хруст из-под ног. И раздается только тот, что я производил. Ни ветра, ни звуков дождя. Закурил я сигарету. И я курил тогда еще. А затем взял да и вырубил несколькими ударами топора на бересте крест. В том месте, где перешагнул. Просто захотелось так сделать. И пошел в лагерь, благо недалеко. Иду и думаю. Вот мозг-то шутки какие вытворяет. Вот психанул-то. Сам себя напугал. Даже молитву вспомнил. Даже стыдно мне стало за свой страх недавний. Сейчас, думаю, приду, костерок разведу, чайку, гречу с тушенкой, забодяжу. Женька придет с воды и расскажу ему, как кирпичи чуть не метнул. Поржом. И вот тут-то в темноте выхватываю фонариком, сидящую на пне посреди нашего лагеря, огромную фигуру. Вздрогнув, я аж присел от неожиданности. Рука уже непроизвольно топор начала поднимать. Знаете, так бывает, когда какой-нибудь шутник из угла резко выскакивает и испугает. Сначала шарахаешься, а потом хочется его ударить. Как я присмотрелся. Йо, это же Женя сидит на пне. В армейском плаще накидки, которые купил недавно. Твою мать. Женя, ё-моё, ты чего тут сидишь? Я чуть не обделался. Ты чего, не поплыл к острову? И фонарем ему в лицо свечу. И вижу, что он спал, сидя. Глазами хлопает и от света щурится. Игорек, ты куда пропал? Я все горло сорвал, звал тебя, звал. Но, думаю, пошел за дровами и убился со скалы. Ждал утра, чтобы идти твой труп уже искать. Что ты мелешь? Я в полусотню метров вон там был. Показываю в сторону ельника. Ничего не слышал вообще. А ты фонарик мой что, не видел что ли? Нет, темно, хоть глаз выкали, не огонька. А что ты так долго? Я час на воде был и еще час тебя искал, орал. Присел уже и уснул тут. Да ладно, не гони. Я ему говорю. Я минут на 10-15 только отошел. Какие часы? Вот сколько сейчас времени? Два часа ночи. Я достал свой мобильник и посмотрел на часы. На экране светились цифры. 23-47. Дальше рассказывать нечего. Женька мою историю выслушал и вроде даже поверил. Сказал, что места здесь странные. Он-то постарше меня будет и на озеро ездит на 10 лет больше. Тоже, говорит, всякое бывало. Не каждый раз, конечно, и не такая жуть. Тогда бы и на рыбалку сюда не ездил. Один раз пришлось даже уехать с утра. Хотя и планировали на пару дней. Кто-то ночью их сильно напугал. Говорит, с дерева на дерево кто-то в темноте прыгал. А сины толстые аж качались. Только не разглядеть было. Я-то, говорит, еще хотел остаться. А мужики, что с ним были, сказали, мол, нафиг такую рыбалку. Самое интересное, что больше мы на том месте не были ни разу. Хотя нет, вру. Женька без меня ездил еще один раз, но сказал, что было все тихо. А я другое место нашел. На соседнем озере Соколиное. Да еще и на Вуокс уезжу душу отвезти. Извините, что много букв, но очень хотелось передать, что я чувствовал тогда в этом ельнике. Постскриптум. Многие скажут, напились на рыбалке, вот и причудилось. Действительно, на рыбалку мы грешные, берем с собой по сто грамм. Но именно не в тот раз. Спиртного или еще какого дурмана, не дай бог, у нас не было вообще. Почему? Но это уже другая история. И ничего в ней мистического нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова